Здравствуйте! Сегодня 13 сентября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. На азиатской сессии в пятницу пара EURUSD продолжила снижение, зафиксировав новый двухнедельный минимум на отметке 1,2643. Негативную динамику пары прервало сообщение от компании Dubai World, которая известила, что ей удалось достичь соглашения практически со всеми своими кредиторами о реструктуризации долга на сумму в 25 миллиардов долларов. Эта новость активизировала на рынке стремление к рисковым операциям с высокодоходными валютами и вызвала спрос на единую европейскую валюту. Пара EURUSD, получив неожиданную поддержку, начала восстановление и достигла на подъеме уровня 1,2746. Однако на фоне позитивной американской статистики интерес к риску быстро угас и евро возобновил падение. Новый восходящий импульс принесли единой валюте данные из Китая. Увеличение объема европейского импорта в Китай, превысивший показатели его экспорта, вновь вернули инвесторам интерес к рисковым активам и возобновили покупки евро. Однако и они продолжались недолго. В преддверии выходных трейдеры начали фиксировать прибыли и закрывать позиции на покупку единой валюты. Евро снизился и завершил торговую неделю на уровне 1,2678. В понедельник мы предполагаем выход пары из трехдневного диапазона коррекции и подъем валюты к целевым уровням 1,27, 1,2762, 1,2855 и выше. Как сообщила в пятницу Организация экономического сотрудничества и развития, экономика Британии в третьем квартале этого года по темпам роста обгонит другие страны Большой Семерки. Эта новость вызвала ажиотажный спрос на британскую валюту, курс которой взлетел от азиатского минимума 1,5363 к максимальной отметке дня на 1,5465. Однако последовавшие за этим негативные данные из Великобритании по торговому балансу и ценам производителей, оказавшимся существенно ниже прогнозов их предыдущих значений, разочаровали инвесторов, которые стали спешно выходить из длинных позиций по британской валюте и закрывать сделки. Потеря восходящего импульса активизировала продавцов, которые начали агрессивную распродажу пары. В результате, к концу дня, курс британской валюты на снижении достиг уровня 1,5345, растеряв все предыдущие достижения. Тем не менее, в понедельник мы ожидаем изменения ситуации, разворот пары и начало подъема курса британской валюты целевым уровнем 1,5394, 1,5462, 1,5499. В понедельник отсутствует какая-либо значимая экономическая информация от основных участников рынка. Исключение составляет, пожалуй, только ежемесячный отчет США об исполнении федерального бюджета. Судя по прогнозам аналитиков, ожидается сокращение дефицита бюджета. Можно отметить также индексы производственных цен и цен на импорт, публикуемые в Швейцарии. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.